В зоне АТО ранены четверо украинских военных в районе Авдеевки и Донецкого аэропорта под вражеским огнём каждый опорный пункт ВСУ. Более 230 мин и около 30 танковых снарядов прилетели за минувшие сутки на позиции наших армейцев. Все подробности расскажет Рина Баглай. Приблизительно в это же время под Ясиноватской развязкой такую же тишину вчера прервали миномёты боевиков. Уже к вечеру впервые за полтора месяца они вывели на огневые позиции и танки, и ударили из 125-го калибра. Командир показывает лесопосадку, из которой по ним и били танки наёмников с двух точек. Несмотря на крупный калибр снарядов, пехотинцы не растерялись, ответили из гранатомётов, просто отогнали танки врага. С нашей стороны ни раненых, ни погибших, а вот у противника есть потери, говорят бойцы. Сами же нарушив перемирие, наёмники уже традиционно потерпели фиаско и запросили режим тишины. Да какие там минские домовины? Стреляют, конечно. Сначала таким миномётом начинается, а потом важче, важче. Иван в дозоре. Позиции противника здесь хорошо видны и без биноклях. Как стемнеет, наёмники пытаются прорвать оборону и приблизиться к когда-то своим утраченным позициям. Они пытаются подлезти сюда ближе. У них тут, получается, есть проходики, прорытые. Маленькие окопчики, и они по них присуваются, они глубоченькие. То есть они могут ходить себе в полный рост. Тут мы вот как наблюдали пару дней назад, я же скажу, видно, что рыжи, что только земля летит сверху. Сейчас с алмаза постреливает. Видать, увидел движение и начинает постреливать оттуда. Вот если здесь пахает, это разорвание. Шахта Бутовка направление в сторону села Опытного и позиции под Ясиноватской развязкой. Снова под прицельным огнём врага. Наши защитники такую эскалацию объясняют ротацией у противника. Новые группировки испытывают на прочность украинскую пехоту. Ирина Баглая, Антон Чиженко из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.